Неделю без душа и туалета. Столько времени провели дальнобойщики, приехавшие со всех концов страны возле закрытых ворот склада сети алкомаркетов. Их отказались разгружать, объяснив, что склад заполнен до отказа и нужно ждать. Пока освободится место, водители вынуждены были простаивать по несколько суток без элементарных удобств. В чем причина и когда водители смогут вернуться домой, выяснял Денис Козлов. Вон тут телевизор, газовая плита. Жить можно маленько. Вот так и живет в собственной фуре дальнобойщик Халиль из далеких набережных Челнов. Уже в 80 часов мужчина простаивает возле склада федеральной сети алкомаркетов. Примус лежанка, даже плов варил тут, рассказывает бывалый водила. Почему мужчине не дают разгрузиться и поехать домой, не знает. Они больные и не разговаривают так-то. Позвоним, ждите. Четыре ночи ночевал уже. Они говорят, что места нет, некуда выгружать. Похоже, места на складах действительно нет. Несколько большегрузов с тоннами вина, водки и пива простаивают. Некоторые аж 25 марта. Чтобы товар сохранился, водители жгут по 40 литров солярки в сутки. Иначе рефрижератор работать не будет. Вряд ли это оплатят, жалуются мужчины. Машины стоят, работа тоже. За это денег не дают. А что в Москве говорят? Ну, типа, вы же простаиваете. Не, ну, в Москве, ну, что они там говорят? Они просто дали графику. Мы приехали в 30 марта. Приехали в 30 марта. Да, вот, стойте. Пожалуй, основная проблема гуманитарного характера. Сами представьте, водители сюда ехали около 4-х суток. И здесь простаивают столько же, а то и дольше. То есть спать им приходится в машинах, не помыться, не сходить нормально в туалет. Благо, заправка неподалеку есть, но, опять же, удобство все там на улице. Так как сеть федеральная, руководство в Москве связаться с ними не удалось. Зато списать один из номеров местных представителей, пока съемочную группу таскали по постам охраны, вышло. Ну и там разговаривали с нами сквозь зубы. Но причина переполненных складов оказалась банальной. Товара бизнесмены закупили много, а цены подняли. Люди тем временем стали меньше покупать. Все-таки основной товар сети – алкоголь. Он в среднем по стране подорожал на 20%. Но в цене выросло не только горячительное. К счастью, сейчас некоторые фуры все-таки начали разгружать. В общем, история эта напоминает ситуацию с сахаром, только наоборот. Если после подорожания песка люди стали закупаться впрок, и сладкий товар на время пропал, то с алкоголем все наоборот. Ведь с пивом впрок не запасешься. Денис Козлов, Эдуард Баглай, 7 канал.